Если родитель находится в разводе, и ребенок выезжает за границу, то обязательно согласие другого родителя. Особенно, если он уезжает в страны в Англию, во Францию. Я так понимаю, что даже на Украину, если дети едут, все равно нужно согласие второго родителя. Когда требуется, но я думаю, тогда, когда ребенок еще несовершеннолетний, скажем, ну класс, допустим, пятый, четвертый, тогда надо согласие родителей, и только тогда можно будет ехать за границу. Обоих родителей нужно согласие? Одного из родителей достаточно. Нужно разрешение второго родителя, если он выезжает именно за границу. А если он выезжает один, тогда обоих родителей. Мнения разнятся, и это понятно. Тонкости и нюансов порядка выезда несовершеннолетних детей за границу множество. Давайте разберемся, если ребенок выезжает за пределы Беларуси один. В таком случае на границе у юного беларуса потребуют письменное согласие на выезд от обоих родителей. Аналогичная ситуация и в случае, если ребенок покидает пределы страны в составе организованной группы. А вот согласия одного из членов семьи будет достаточно в отдельных случаях. Если ребенок отправляется в путешествие с одним из родителей, согласие второго не требуется. Это правило действует и при разводе родителей. Но если один из них все-таки против выезда ребенка за границу. Законный представитель ребенка имеет право обратиться в суд, чтобы суд вынес решение о том, что ребенок может выезжать за границу Республики Беларусь без согласия второго родителя. Суд будет собирать все доказательства материала дела и выносить решение, да или нет, в зависимости от того, какие будут предоставлены факты родителя, который желает, чтобы ребенок выехал. И в обратную сторону факты того, кто не желает. То есть в данной ситуации суд будет защищать права ребенка. От обоих родителей также требуется согласие в случае, если ребенок поедет с бабушкой, дедушкой, тетей, дядей, братом или сестрой. А также если несовершеннолетний собирается посетить страны Шенген-зоны. Согласие оформляется только письменно. Оно должно быть удостоверено нотариусом, либо другим должностным лицом, имеющим на это право. Для того, чтобы удостоверить согласие на временного выезд ребенка за границу, к нотариусу приходят оба родителя, предоставляют два паспорта и свидетельство о рождении ребенка. Есть ряд ситуаций-исключений, при которых возможен выезд ребенка за границу только с согласия одного из родителей. Это лишение родителей дееспособности, родительских прав, свидетельства о смерти, либо справка о нахождении в розыске и некоторых других документов. Все это подтверждается документально. Разъяснение всех нюансов можно получить в любой нотариальной конторе города. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...